Здравствуйте! Как часто вам приходится ездить на автомобиле, велосипеде или просто переходить дорогу? Да постоянно, ответите вы. Из дома на работу, в школу или детский сад и обратно. А это значит, что наша сегодняшняя тема будет интересна абсолютно всем. Ведь каждый день на дорогах попадают страшные аварии не только водителей, но и пешеходы. Число разбитых машин неумолимо продолжает расти, так же, как и количество новостей на центральных каналах об авариях в нашем регионе. Кто сделает дороги Югры безопасными? Почему для некоторых дорожных правил и знаков не существует? Кого тогда наказывать за халатные нарушения и каким образом? Почему так происходит и кто в этом виноват? А главное, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Об этом, по сути, сегодня. Давайте разбираться. Мы давно все стали людьми с супервозможностями. Некоторые за рулем в автомобиле наводят марафет, болтают по телефону, сидят в интернете и ставят лайки. Некоторые обедают, берут оплату за проезд и возвращают с дачи, а также беседуют с пассажирами, переодеваются, играют с ребенком. Можно ведь даже не рулить руками, когда есть ноги. И смешно, и грустно. Обратимся к статистике. Количество аварий и число их жертв в 2015 и 2016 годах примерно одинаковое. Отсутствие динамики в этом отношении можно только порадоваться. Однако те ДТП, что произошли в прошлом году по своим последствиям, были тяжелее. Этот год еще не закончился, а цифра уже пугающая. И ведь эти данные могут измениться. Впереди еще три месяца. Осенние дожди и зимний гололед. Жизнь стала тяжелее немного в плане определенных каких-то моментов финансовых, может быть, опять же, проблемы. Поэтому и люди пытаются решить их всех в кратчайшие сроки. Поэтому торопятся, поэтому пренебрегают правилами дорожного движения, пренебрегают какими-то моральными качествами. Максим Артелин и его единомышленники из Федерации автовладельцев России семь лет уже пытаются обратить внимание властей Сургута на проблему плохих дорог. В самом крупном городе Югры с каждым годом количество аварий растет пропорционально количеству машин. Дороги устарели в плане пропускной способности. По той причине, что наш город строился давно и строился, опять же, по старым нормам. И по количеству проживающих, и по количеству проезжающих в наших дорогах надо расширять хотя бы как-то, если где есть возможность, где нет возможности делать либо односторонние движения, чтобы было менее затратно. Но если в Сургуте ситуация понятна, в больших городах всегда будут проблемы из-за количества машин и нагрузки на городские дороги, то как тогда объяснить аварии в маленьких муниципалитетах Югры? Основные причины аварий, по данным окружного управления ГИБДД, происходят по вине самих водителей. Таких происшествий в год около двух тысяч. Плохие погодные условия на втором месте. В прошлом году по этой причине не справились с управлением 838 водителей. В этом году 434. Но опять же, год еще не закончился. И третья основная причина разбитых автомобилей на дорогах – пешеходы. Также надо обращать внимание и на пропаганду, и воспитание водительского состава. Число ДТП погибших по вине водителя, именно водителя, увеличивается. И тяжесть последствий тоже увеличивается. Хотя количество самих ДТП уменьшается. Это говорит о том, что надо искать дополнительные меры. Активисты Народного фронта тщательно изучают причины аварий. Думают сейчас, что делать с одной из самых главных – невнимательностью водителей. Вот тому доказательство. Это кадры недавней аварии на железнодорожном переезде под Нижневартовском. Самосвал врезался в пассажирский поезд. Все знаки и шлагбаумы на месте. Видел ли водитель вообще, куда он едет? Версии две. Первая – водитель уснул за рулем, и вторая – у него отказали тормоза. Все. Другие версии не рассматриваются. Но это очевидно. Еще одна авария. На трассе «Сургутка-Голым» рано утром «Тойота Камри» столкнулась с маном. Да я видел, он тебе навстречу пошел. Разбилась семья. Мать, отец и трехлетняя дочь. Выжить удалось лишь маленькой девочке. По предварительной версии ГИБДД «Сургутского района» водитель уснул за рулем. Да, уснул. Но вот как причина это не рассматривать. Самое главное – это пропаганда в части того, что все должны предупреждать и дома в семье, часто и пассажиры, которые едут за рулем, что именно опасности, которые отдают себе этот сон за рулем. А психологи тем временем ставят диагнозы таким водителям. Им просто нельзя выдавать права. И перед тем, как получить эти заветные документы, всем советуют пройти у психолога тест на зрелость. Как показывает практика, взрослых людей на самом деле очень мало. Обычно люди себя ведут как дети. Для детей все ограничения носят провокационный характер. Диагноз один – незрелость. Личностная незрелость. Это все. Это правда. Потому что взрослый человек прекрасно понимает, что можно, что нельзя. Где опасно, где безопасно. Где безопасно для него, где безопасно для другого. И как его поведение, какие последствия от моего поведения, от выбора моего поведения окажут какое влияние на тех, кто рядом. Сергей Гайворонский не любит, когда его и его коллег по мотодвижению называют донорами или хрустиками. Это стереотип, что мотоциклисты разбиваются чаще, чем автомобилисты. Просто аварии с участием мотогонщиков всегда резонансные. И последствия у них по понятным причинам тяжелее. В прошлом году в округе в ДТП погиб один мотоциклист. В этом – четыре. А жертвы автомобильных аварий исчисляются сотнями. Надо, как на самолете, смотреть на 360 градусов. Потому что водители просто иной раз не считают нужным уступить месту мотоциклу. К сожалению, у нас еще культура вождения не очень высока. И когда транспортное средство двигается по хорошему участку дороги, внезапно попадает на плохой участок, там может произойти дороже-транспортное происшествие. Для мотоциклистов качество дорог особенно важно. Потому что передвижение на мотоцикле по плохим дорогам – это намного опаснее. Дороги байкеры чувствуют всем своим телом. Поэтому наизусть знают все опасные участки. Готовы сотрудничать с дорожными службами, инспекторами ГИБДД и общественниками, чтобы улучшить наши магистрали общими силами. С плохими дорогами в Югре почти покончено. Сейчас 81% всех дорог округа в нормативном состоянии. Это лучший показатель по стране. Задача максимум – через пять лет довести этот показатель до 90%. Ремонтируют трассы и муниципальные магистрали сейчас благодаря госпрограмме. Меры поддержки будут работать до 2020 года. А в этом году на дорожные работы была выделена беспрецедентная сумма – почти 7 миллиардов рублей. Но, как всегда, есть одно «но». Кроме федеральных, региональных и муниципальных дорог есть еще и частные, собственниками которых являются нефтяные компании и различные ведомства. Эти дороги портят всю положительную статистику региона. Обслуживание самых проходимых участков таких трасс округ берет на себя. Протяженность этих дорог на территории региона составляет более 21,5 тысячи километров. Чтобы была понятна разница. Всех дорог общего пользования 6 900, а частных автомобильных дорог больше 21 тысячи километров. Мы уникальный регион по этому показателю. За качеством ремонта следят общественники, представители Народного фронта. Их регулярно приглашают на приемку дорожных объектов. Благодаря разработанной ими карте убитых дорог, теперь каждый югорчанин может отметить проблемные участки, сфотографировать и загрузить в карту. А местные власти уже смогут увидеть и устранить очаг аварийности. Визуально мы видим, что да, дороги соответствуют. И те масштабы ремонтов, которые в этом году, особенно это касается федеральной автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансис, впечатляют. Но за качеством тут владелец дороги, заказчик, он следит, поверьте, очень тщательно. Я думаю, вы видите и обращаете внимание на региональных трассах. Большое количество уже тросового ограждения, которое появляется именно на хороших участках автомобильных дорог. То есть именно это разделение позволяет нам уже избегать тяжелых последствий. Недавно мои коллеги из программы «Югра в твоих руках» выяснили, что даже опытные водители подчас объясняют аварии на некоторых участках дорог отнюдь не очевидными причинами. И с ними согласны даже представители окружной дорожной инспекции. — Жителям Нижневартовска знаком такое место, это между поселком Высоким и городом Мегионом. Там есть такое место, где продольный профиль меняется, поперечный профиль меняется. И за последние порядка где-то 5-7 лет погибло более 15 человек. — Это потому что с дорогой были проблемы или аномальное место? — Да, это было именно не аномальное место, а проблемы с дорогой в части изменения продольного, поперечного профиля. Его даже называли тещин язык. — Это очаг аварийности был в свое время в Нефтьюганском районе, там была такая Хантейская горка, где по кладбищу прошла дорога. Но в настоящее время нарядами нами контролируются, тоже привозили батюшку. — То есть вы признаете? — И батюшку приглашали, он осветил это место, и там сделали определенные, тоже изменили характеристики дороги. В принципе, там сейчас какого места очага аварийности уже нет. Тут уж, как говорится, смотрите в оба. Поменяйте вовремя летнюю резину, пройдите техосмотр или просто отвезите машину в ближайшее СТО. Подготовьте себя и своего железного коня к неблагоприятным погодным условиям. Впереди зима. А пешеходам будет не лишним обзавестись одеждой со светоотражающими элементами. Осенью и зимой у нас в регионе после обеда уже темнеет. Ну и переходить дорогу только в положенном месте. Эти элементарные правила работают. Лучшего средства от аварий пока не придумали. Будьте внимательнее. Всего доброго и до встречи.